А перед началом этого видео я хочу поблагодарить наших спонсоров, а особенно это касается великих спонсоров, а именно Если вы хотите тоже попасть в эти списки, а также получить другие крутые бонусы, то можете оформить спонсорку по ссылке или кнопке в описании Привет ребят, с вами Эмбро, мы продолжаем нашу кампанию за Либерию, и там в комментариях в прошлой серии писали то, что монархическая Британия скорее всего вступит в ось, в Альянск, Рейхо Я с вами вообще не спорю, абсолютно не спорю, я на все 100% с вами согласен, а вот почему, союз Германии, это да, был конечно шанс то, что она выйдет, где, вот, в немешательство в дела Германии Потому что мы играем на неисторическом, оно как бы и поэтому сюда и пошло, но еще как бы из этого неисторического оно могло пойти и как бы сюда, потому что, хотя здесь пофиг, оно и это неисторическое, и это неисторическое тоже Но шанс вроде как, то что она выйдет в союз, он больше, он намного больше Я ж там у вас в комментариях спрашивал, куда ж нам двигаться, к союзу с Германией, либо же в Лигу Африканских наций Короче, смотрите, сейчас Британия будет, получается, в оси, то есть не только Италия, но еще и вот эти вот колонии британские тоже Некоторые колонии, конечно, потеряла, это, допустим, вот Южная Африка, Родезия, конечно, у нее осталась, но смотрите-ка, дальше что Когда мы выйдем вот сюда, вот если, конечно, пойдем вот сюда, вот я пока еще точно не сказал, что ж там у нас вышло В Лигу Африканских стран мы пригласим Конго, Конго только должно быть независимым, а оно марионетка Бельгии Когда начнется война, то Бельгия ляжет, и непонятно, что с этим Конго будет вообще происходить Фокус может просто заблочиться, дальше не пойдем А если дальше пойдем, то, все-таки если получится, то нам придется как-то вытащить Южную Африку из ее альянса И как бы не факт то, что она захочет выйти из Содружества наций, понимаете? К нам, к Либерии какой-то Опять же, может заблочиться фокус Эфиопия, Эфиопии просто нет, фокус блокируется А Родезия, даже если Эфиопия появится, мы сможем пригласить В Родезию я не выйду Южную, потому что марионетка Британии А это как бы ось Ось-то что будет, поэтому выходить сюда и блочить фокусы Это, конечно, классно, но мы-то ведь сюда не выйдем А сюда никак тоже, потому что, да, эта ветка другая уже пошла Хотя, подожди, мы же ведь перейдем вот сюда, вот, потом все из этого нужно А, да, все, это блочится Понятно Поэтому здесь логично можно сделать вывод, что нам пора выходить в союз с Германией Да и в комментариях, на самом деле, 50 на 50, как-то очень все было схоже И я толком-то не смог определить, кто же здесь победил Эта ветка, либо эта Но если так уже прикинуть, по факту, то эта ветка уже бессмысленно оказывается Я проводил опрос, просто не учитывая момент вот этот вот с Британией Так, ну давайте подождем, пока она вступит в этот альянс И что я буду делать? Вообще, мне нужно будет сначала как поступить? Сначала мне нужно заключить союз с Германией А потом уже требовать земли у Британии Потому что она с нами никак, ну, конфликтовать не должна Мы же союзники, мы же там друзья будем Поэтому она, в теории, должна нам отдать Сьерра-Леоне Почти два ляма населения Это как две наших либерий Дальше Когда мы будем находиться в оси Нам должна Франция тоже отдать без проблем свои земли Ну, сами понимаете, тут как бы Рейх ей в спину дышит А она, да не в спину, в нос прям А она занимается образованием Ну, правильно, конечно, но, чувак Вот, если она нам откажет, то тут, как бы, войну Да все равно она уже скоро начнется смысл тянуть Как бы, сами понимаете В общем, дело Ну, мне кажется, что она нам отдаст Но, смотрите, еще момент Здесь в комментариях мне говорили То, что если война все-таки будет с Британией, с Францией То, захватив какие-то определенные земли Мы сможем с ними союз заключить Это было бы, конечно, классно Но воевать с Британией, знаете, к чему приведет? Воевать с Францией, скорее всего, нам не придется А если придется, то здесь мы будем В совместном с Рейхом Британии это делать Но было бы прикольно, конечно, посражаться Будучи маленькой Либерии Против двух огромных стран Ну, как-то там захватить, заключить мир Ну, видимо, не в этот раз Британское и германское противство Заключили пакт взаимной военной помощи А также выразили намерение уважать Сферы интересов друг друга Мало кого удивляет такое положение дел После того, как государство Третья Рейх Ясно обозначило в последнее время Свою пробританскую позицию Но сама формулировка договора Застала многих экспертов врасплох И даже побудила к тревожным размышлениям о том Что это может значить для Европы Да задница какая-то будет для Европы Представьте себе, если еще Ну, Франция отлетит моментально Тут, как бы, кто нормальный будет делать? Американцы, что ли, будут плыть через Атлантику Одну выставку делать? Так что им? Да нет Они должны отсюда как-то выставки делать А если в Британии-то Союзе не будет То все, они, походу, вообще там спать придется А насчет Польши Ну, тут посмотрим, что это будет Пакт Молотова-Риббентропа Он тут, походу, не совсем реализуется Да и Россия пока занята своими делами Ну, именно Советский Союз Да и это Россия тоже Но она скоро уже должна отлететь Тут Власов не может удержать позиции свои вообще никак Ладно, сейчас мы отправим в отставку прикормленных министров Уберем прикормленное правительство на вздух Получим политку и стабильность Так, значит, США разрываются на ипакты не нападений Посидели как-то, подружили и хватит Хотя я еще как бы не заявлял о том, что собираюсь с Рейхом там как-то дружить Вроде, да? А хотя... Хотя, да, мы их уже обидели, этих американцев заранее Точняк Я думал, они здесь уже обидятся прям так конкретно Но нет Ну, еще смотрите-ка, сейчас Рейх напал на Литву На Литву, это значит... Ну, Литва же наша Между море Так, значит, Польша еще должна достаться Если, конечно же, она в войну вступит Наш может такая Ой, Литва А мы про тебя забудем, давай-ка Но она ведь все-таки не забудет Советская Боливия нападает на Парагвай еще Там, Боливия, я так понимаю, это марксисты революционные, правильно? Да? Это революционные марксисты Они сперва воюют здесь Но как-то у них это что-то не заладилось Это война, так они решили О, давайте быстрее добьем себя, чтоб не мучиться И не на Парагвай еще напали Удачи им Так, ну Польша, ну ты-то будешь Литве помогать или нет, я не понимаю Польша? Давай Польша, ну, хоть немножко помоги Литве А нафиг был Альянс этот делать, я понять не могу Может, Латвия? Латвия помогает Эстония? Нет Эстонии страшно Ну, скоро и к ней подойдет Рейх Польша сидит, время тянет, развивается Британия напала на Ирландию сейчас А вот Япония ни за что не угадаете Ну, вы там, наверное, уже увидели, на что она напала Но где это находится, на то, что она напала, это вопрос Она напала на Хами А Хами или Хами, я не знаю, что это Кумуль, короче Это марионетка у нас с инзянской клики А, она сейчас в Народном фронте Это война Японии против коммунистов У них было восстание этих самых Так, они что-то не возлюбили подобные направления И как-то, да Походу, сейчас будут здесь мучиться Но сам-то Китай и все остальное Вот это, оно не воюет Хотя, может, Япония на них тоже налетит О, да Фабрикует претензии еще на клику Сикан О, господи, Сикан Ты хоть знаешь, где-то Сикан находится Нет, фабрикует на них Ладно, ну, Япония Теперь хочет сразу на двух напасть Посмотрим, что она будет делать Она вступила в восемь Вот что она и сделала Ладно, я еще сильнее хочу в восемь вступить Можно уже? Давайте быстрее Сейчас предлагаем Германии судьбу Файерстоун-то решить Состояние компании Файерстоун после уплаты долгов США стало подвешенным Несмотря на аренду земли по договору Жители, как и нынешнее правительство, не считают его легальным Но не все лохоти на конфронтацию США Правительство предложило решить судьбу европейским коллегам Итак, сейчас тут будут немцы разбираться Ну, я очень надеюсь, что вся вот эта вот резинка Которая сейчас отправляется в США Она будет у нас Потому что резину у нас закупает Рейх Можно просто будет ее еще больше, Рейх, отправлять Пусть он наши проблемы решит И мы будем теперь не в Америку, а Рейх отправлять Только в отличие от Америки, Рейх нам будет давать фабрики А не забирать их за это Ну, стали закупать Афганистан и Югославия Хотя на полный лот Афганистану стали не хватает Продаем 7 из 8 Чуть-чуть у нас не хватает стали этой Надо, может, инфраструктуру тут покачать Плюс... Сколько даже? Плюс 10 Кстати, было бы очень даже неплохо Хотя бы... Ну, даже на 2 поднять, потому что... Давайте одну фабрику достроим Потому что у меня не хватает как раз, вон, двушечка Рейх сейчас захватил Латвию, Литву, Эстонию А Польша... Она теперь между морей, естественно, находиться продолжает Вместе со своим любимым Данзигом А какой был смысл делать этот альянс? Какой смысл было вообще брать? Почему ты отказалась помогать своим здесь союзникам? Вопрос Польши Я не понимаю, это было вообще умно поступлено или нет? На самом-то деле, ну, нам вроде потянуло время Так и да Тут я согласен Но какой смысл в нем? Может, все-таки стало повоевать И тогда шансы было затащить больше? Хотя тут прибалтика вряд ли бы она что-то сделала такое серьезное Но отжать Пруссию-то можно было А потом здесь как-то что-то поделать Но это я мыслю, как игрок Как бот бы здесь поступил, это всем понятно Сейчас же Рейх и Британия воюют уже против Китая Когда мы войск вступим, может, я тоже с этой часть войск наших перекину Так, поднакопить опыт армии там Взял сейчас, кстати, теоретика, чтобы и доктрину быстрее брать Да и опыт поднакопить заранее Поучаствуем здесь, поможем Японии Потому что она же может здесь обкекаться Это всем и так понятно Поэтому наши 4-6 дивизий Пусть хоть как-то поучаствуют Поможем Японии, в общем Польша уступает Данцик Какая-то она здесь пассивная Понять не могу, она вначале заявляла То, что, ох, мы тут сейчас такое будем делать Все офигеете, между море тут, вон, показала всем И как-то все Уступает Данцик Ну, как бы, не, ну границы красивые Как бы, тут Рейх прям такой теперь Как бы, хорошо, но Название, правда, уехало Но дальше-то что будет? Как долго она продержится в таких вот границах? Может, ее Рейх реально оставит? Все-таки это у нас сейчас компания максимально непредсказуемая В Испании, кстати, война закончилась Здесь победили и республиканцы Тоже непредсказуемо было Обычно тут, как бы, знаем, кто побеждает Ну, куча здесь марионеток Анархисты сразу же отлетели, это понятно Куча марионеток Танжер, международная зона Ну да, она независима Походу, помогали неплохо так республике Ну, а Советский Союз, он почти уже разобрался с Россией Так, насчет немецкой поддержки Для возврата старых земель нам потребуется заручиться поддержкой сильной державы Кто, как не Германия, может нам ее оказать? У них в событии выскочила Либерия, просят оказать поддержку Они такие, а кто такая Либерия? Ну, я не знаю, что в этом ивенте написано Но поддержку, вроде как, они какую-то оказали Мы стабильность плюс 5 получили Но дальше, главное, что мы сейчас получим Это отношения с Германией стали крепки, как никогда Что позволит вступить в их альянс Но стоит ли оно того? Ведь мы можем стать полностью зависимы от их И вступить в ненужную на войну На самом деле, война, мне кажется, она будет нужной И мы неплохо так сможем подрасти благодаря немцам Потому что территорию эти сможем получить мы, скорее всего, без войны Да, повоевать с Китаем я сам хочу Как бы нужно помочь Японии? Может, я себе какой-нибудь здесь остров заберу? Почему нет? Переселимся туда Но сейчас я делаю еще две новые дивизии Больше не стал, потому что у нас Хотя растет, в принципе, оно неплохо Но не сильно, опять же-таки Пока земли не вернем, нормальное количество дивизий я делать не могу Просто мне еще нужно, как бы, добавить еще одну каску сюда вот Так, добавляем О, уже 10 тысяч и 8, конечно, упало Ведь чуть-чуть прыгает она Все, мы вступаем в ось Государство Третье Рейх одобрило нашу заявку на вступление в альянс в ось Вместе с ним мы или выстоим, или потерпим крах Так, и нас сразу зовут Войну, конечно Ой, и Япония, и Рейх, и Британия Все нас зовут, конечно, мы согласны Че ж отказываться-то? Может, давай-ка еще немножко здесь инфраструктурки 12 фабрик, кстати Закупать резину Да, видите, смотрите-ка Получили от Румынии Фабрики от Югославии От Британской империи Мы получаем сейчас от торговли 7 фабрик Жесть Еще немножко построить, и мы просто, ну, хорошо ускоримся Да, уже мы, в принципе, хорошо ускорились Так, ну а сейчас, что тогда мы делаем? Ну, можно требовать земли у... Ну, тут как бы фабрику военный завод получить А, 99 дней, нифига себе, фокус долговат И почему все по 75, это 99? О, по 35 Давайте-ка лучше потребуем Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне была частью нашей страны, пока Англия не забрала у нас его Настало время восстановить справедливость и вернуть себе эти земли О, видите, открытое решение установить мир с Британией То есть, если война идет, то мы можем как-то там мир, что ли, сделать А если война не идет, решение тоже будет? Ну, короче, погнали, посмотрим, что это будет Эти две дивизии я уже сразу выпущу Так, все, восьмерик, потом еще две подкину туда И, короче, я здесь подумал Народ войн, это, конечно, интересно прям Но что-то мне как-то бонусы в тактике мелких групп больше понравились Мне не нравится особо, когда вот снижается ширина фронта Потому что она такая безобразная становится В новой версии игры, вот когда вот DLC на Советский Союз там выйдет Это уже будет чисто визуально некрасиво Потому что там уже ширина фронта будет переработана Но сейчас это такой себе Но бонусы, опять же, атака, скорость дивизий Тут еще прорыв, укрепленность прям вообще прекрасно А здесь инициатива, там снабжение, что-то Тут как бы, что самое интересное вот в народе войне Это вот наша ширина фронта минус 25% Это вроде как хорошо Соотношение захвата техники тоже неплохо так Ну и здесь, конечно, бонусы, да, тоже прорыв, атака Но у нас на пехотку, конечно, надежность падает до поснащения тоже Расход припаса минус 5 Ну а здесь бонус на разведку снайперов Нет, теперь вот это больше понравилось на самом деле Ладно, давайте все же, я же собирался выйти сюда А вот здесь немного дублирующие бонусы имеются Поэтому все-таки чем-то эти ветки похожи Но разве что они сильно будут отличаться В плане того, что здесь можно напихать кучу дивизий Подо дому генерала А здесь наоборот, чуть-чуть Но я не думаю, что мы будем играть большим количеством дивизий Лучше в качестве выйдем, правильно? Вот, поэтому выйдем давайте сюда И скорость планирования, скорость пополнения Отведения резервов у нас И расход припаса здесь минус 10 То, что надо, берем Так, и это восьмерочка Давайте-ка мы сейчас тебя отправляем вот сюда вот Да ёппрацета, ну какие мятежи в армии, ну зачем, ну почему он? Ай, вы серьезно? Ладно, минус 125 политки Изменение миграции Катастрофический уровень миграции Класс, спасибо У нас 7% стабильности Оно теперь будет нас мучить Прям так конкретно, этими вентами ужасными Нам нужно что-то делать Насчет этой стабильности Ну, прожимать это решение Давайте У нас уже почти 50% поддержки монархизма Ну, нужно, конечно, сюда сотки добить, чтобы нормально было Стабильность, блин, семерочка Получаем огромные дебафы на объем производства На прирост политки Такая вот, конечно, проблема Ну, популярность партии выросла Это из одной стаба тоже Но она не сильна С того, что вот война началась Как бы минус 30 Поэтому у нас сразу и начали эти дебафы лезть Но с этим уже ничего не поделаешь Нужно рассчитывать на то, что как раз минус 30 будет С нами очень часто И очень долго Так, ну, может еще поднять, а? Давайте вот так вот сделаем, пожалуй И хватит Фабрики еще построят здесь немножечко Я буду уже делать военные заводы А то как-то на этом мы далеко не уедем Хотя, может, что-то в Сьерра-Леоне получим Что-то здесь Ну, Сьерра-Леоне пустой, да? Да, ну ладно Хотя бы людей получим Может быть неплохо Афганистан напал на Пакистан А, кстати, Бангладеш Все-таки выделился из Пакистана Ставка на демократию Тут тоже ухо А вот Афганистан посмотрим 6-15 Здесь 4-13 Ну, очень похожи, конечно, они Ладно, что там Британия ответит нам? А, в смысле, ответила Она просто отдала нам Никакого ивента даже не было Ладно, насчет Франции Кот-де-Вуары и французская Гвинея Были частью нашей страны Пока Франция не забрала у нас их Настало время Ага, вернусь в справедливость Там основе земли Хорошо Значит, берег слоновой кости И Гвинея Если не отдаст Ну, меняйте на себя Как бы Второй мировой пораньше никто не отменял Сейчас еще и Бразилия вступила в ось Нейтралитет Ну, конечно, авторитаризм Но по фокусам Германская помощь в индустриализации Я так понимаю По фокусам вышла, да? Хотя А, национализм? Ну, короче, ладно Мне уже нравится наше положение в оси Потому что, ну, прикиньте Воевать с Германией Это война из Британии Из... Ой С этой Бразилии Это такой ужас Ненавижу с ней воевать Из-за этих, блин, непроходимых территорий Впрочем в Индии воевать, блин Ну, ладно Так, сейчас наши войска Где вы уже? Ага А что вы сюда приплывете? Я поставил сюда Так, хорошая речь Все, мы это уже убрали Индия еще и на Тибет напала А Вы пешочком хотели Они быстрее все-таки проплыть через Сингапур Нет, они решили Через джунгли, через горы, пешочком Ну, че, прогулялись, отдохнули Давайте На следующий курорт Так, насчет Тибета Слушайте, ну, Индия, она же не в Альянсе Я так понимаю, да? Легитимность О, уже средняя Стабильность 19 Неплохо Нет, не Кумаленсе Тибет тоже ни в каком Ну, Тибета пока А тут какой-то размен происходит Ох, капец Иран У тебя опять какие-то проблемы, я смотрю Марионетка у тебя есть Арабистан Ты... А, ты его захватил И сделал марионеткой Понимаю Похлеви теперь на юге Отжали Тегера на него Из Кашкайстана Теперь война идет Ясно Но сейчас, че-то Я в нем не уверен Прям совсем Прям совсем А эти двое, кстати Между собой не воюют Хотя, Иран И так сражается против Пакистана Великую революцию Сегодня объявили коммунисты Из Народной партии Ирана Ведомые Иранжем эскадыри Неизвестно, смешно ли В произошедшем Советское руководство Но ясно одно Для Ирана наступили Темные времена Ясно, точка Как бы Коммунисты Может Ирак все-таки Будет помогать Так что здесь будет Союз Захватить Кувейт То вот они сейчас Тут будут Договор с Британией Тут походу Будет весело Я смотрю Это выставки пошли Молодцы какие Так, ну мы уже Приклеваем сейчас И отправляемся Драться Кот-де-Вуар Вопрос Отдал? Да, отдал И Гвинея, и Кот-де-Вуар Здесь 4 ляма населения У меня уже почти 400 тысяч людей И оно еще подрастет Мне кажется Но эти регионы Не пустые абсолютно Сьерра-Леона Она национальной Сопротивления нету А здесь Исчезла Фух Я что-то подумал Что она не национальная будет Но сейчас должно еще обновиться Потому что оно тут Как бы это все ушло И как бы да Вполне себе это неплохо Получили мы еще дополнительные ячейки Для строительства И людей Все Мы больше из этого Ничего не получили Ни ресурсов Ни черта нет Кстати Пора нам расширить Каучуковые плантации Заполучить еще больше резины Ну потому что Сам видите Как у нас ее закупают Полностью Ну нет Не полностью Че-то как-то слабенько стало Ну у нас ее уже 102 Понимаете Прям реально Капец как много Но расширить все равно не помешает На самом деле Кстати можно скоро авиацию Хорошенькую такую делать Правда алюминий для авиации Все же придется закупать Но зато резина Хотя бы у нас будет своя Что вполне себе неплохо Так ладно И достраиваем Будем делать сразу фабрики Насчет племен Кстати Ну во-первых Давайте еще раз это прожмем Давайте договоримся С племенами Кру Народность Исповедующая африканские религии Издревле соперничала С племенами Ваи Народом императора А некогда и вовсе воевала Договориться с ними Было бы просто Если бы недавние отношения Ваи и Скро Давайте возьмем Поддержку войны Еще получим И бонус на племенные войны Война без населения И скорость подготовки дивизий Уменьшится Насчет Китая Мы уже здесь Все стоим А че вы не идете туда А там истощение Я так смотрю Ладно Давайте-ка сформируем Здесь кулачок Такой вот И будем двигаться Хотя здесь может быть Кулачок вообще лишний Потому что Как-то у китайцев Фронт Че-то не покрыт Ну погнали вот так Че-то он как-то не покрыт Ладно Давайте будем двигаться У нас же просто Можно сражаться Чтобы получать опыт Тренировать войска Да и опыт армии Какой тоже нам нужен Германское давление На страны Бенелюкса Это будет агрессивное вторжение Ну так никто не спорит Давайте-ка еще сюда вот пройдем Сюда вот Ох ты Нифига они тут стоят Шесть и семь дивизий Подержим Мексика нападает На Британскую империю Господи Что ж такое происходит Боливарский кстати Альянс А в него кто-то входит Помимо Мексики Я так понимаю Нет нифига Окей Еще и с Мексикой воевать Но зато будет Понимаете в чем дело После падения Мексики У нас будет плацдарм Уже здесь В Америке А это должно как бы У Рузвельта немного Там же мы же мы делаем Понимаешь Так Посмотрите-ка на эту Испанию Мы видим то что сейчас Эти марионетки Уже не принимают ее цвет А называется она Испанская комона Здесь Анархизм Да Так И это Все ребята Получаются независимо Да Они независимы Анархисты проиграли Тут и тут они были А потом взяли И пришли к власти Уже здесь Но Португалия Португалия разозлилась Такая типа Блин капец что происходит Анархисты нафиг Мне так дело не пойдет И начинает готовить претензию И кстати она будет готова Через пару дней уже Претензию на эту Испанию По войскам Ну у нее ситуация лучше Короче Португалия может захватить Эту Испанию Вот в чем дело Но я хочу захватить Португалию Потому что Португальская Гвинея Должна называться Реберись как Гвинея Вот в чем дело И целая единичка резина А мы любим резину Так что Еще один повод забрать ее Да и можно и сюда выйти Кстати Мы как никак будем Чуть-чуть Африку восстанавливать Поэтому Желательно и сюда добраться Так что Португалия Я смотрю на тебя С целью захвата Понимаете Ну после Франции Можно как-то вот так вот Если все-таки Испания падет То еще лучше Она напала Так Она напала А ничего здесь не будет В плане Альянсов Происходить интересно Еще какая-то Португалия вообще К нам в Альянс уйдет Ну давай Португалия Я за тебя болею Победи пожалуйста Эту Испанию Ирак нападает На Британскую империю Так У тебя свой Альянс Давай я думал Сейчас еще В Советский Союз Вступишь И будет непонятно Что в этом мире происходить Кстати А здесь кто у нас В Палестине Гарольд Мак Михаэль Понятненько Не ну здесь Шанс то что пришел бы Этот самый Эйнштейн К власти Минимальный Но было прикольно Ладненько Получается Сейчас британцы Они захватят этот Ирак И иметь просто Проход из Средиземного моря Уже в Как бы Персидский залив Ну так пешочком Можно проходить Не плыть Болгария напала на Грецию Господи В этом мире Что происходит Мне это нравится Как бы Есть что комментировать Всегда хорошо В мире движуха Не сидим Фокуса не щелкаем Прям вообще Респектуха Но Так Они тоже не в Альянсе Ну что мне кажется Что сейчас Болгария в Осип полетит И Греция минусняется Ну кто будет Греции помогать Ну естественно Болгария в Осип улетела Критское восстание Тоже никому не надо Понятненько Еще Рейх Теперь и тут Заведует Насчет войны Пакистана Афганистана Я не понимаю Тут прям такой салатик Интересный получается Но Пакистану Как-то наверное Особо Афганистан Не хочет захватывать Хотя котел Интересный получился Потому что Когда он захватит Афганистан Она выйдет на границу С этим самым Ираном Коммунистическим И тут Может пронести он его просто Так По фокусу дальше Куда мы будем сейчас двигаться Можно речь короля взять Но давайте это позже Сейчас лучше нам Заполучить германские инвестиции Промышленность Чем мы обладаем сейчас Германия поможет нам Это исправить Фабрика военные заводы Почти 100 дней 99 Будем брать это дело И рабочая сила Для Германии Тоже скоро возьмем У нас конечно Прирост политки будет больше 0,20 Как бы в день Это неплохо Прирост населения Конечно упадет Но он все равно Будет положительным И Германия получит Бонусы на производство Они сильно конечно большие Но как бы тоже неплохо Да Греция вступила Сейчас в альянс Мексики А тут кстати Вон Британия Уже разгуливается На самом деле Нам было бы лучше В Мексику наши войска отправить Там было бы намного профитнее Здесь только фронт огромный Мне так дискомфортно Здесь играть Таким количеством войск Тем более такого качества А Мексика Ну он должен быть попроще В этом плане Но гонять войска туда-сюда И уже не хотят Плыть через Тихий океан Но это рискован на самом деле Сейчас возьмут морскую базу И тут уже такое себе будет Поэтому ладно В Китае безопасно Там мы находимся А то войска терять Наши единственные не хочется А то отправили же все Португалия Ты тут я смотрю Но больше войск все равно Но почему ты порту потерял Вопрос Котел здесь Неплохо Но ты как-то вот это Будешь прикрывать Я могу тебе как-то помочь Я не знаю Аташе там А у нас политки нету Понимаю Да у нас с этим конечно Проблемы имеются Критское восстание Вступает войска Ну да на самом деле Это логично Против Греции воюем Значит нужно Находить тоже Тех кто против нее воюет Ну будем получается Критскому восстанию Передавать Грецию Если конечно ее там Болгария Себя все не заберет Или Италия Так Ну моторизацию я тут изучал Чтобы Как-то там в Африке воевать Потому что У кого есть скорость в Африке Тот Имеет большое преимущество Бонус даже можно получить Это будут не просто Быстрые пехотные дивизии Но еще и Сильнее чем пехотные дивизии Потому что вот Что можно взять Ну Пока сейчас мы это делать не можем Потому что у нас всего Два военных завода Это винтовки И вот на допоснащение стоят Все На машинки поставить я не могу уже Интересно сейчас то Что уже сороковой год А войны с Советским Союзом Так и нет А Германия только планирует Напасть на Францию Польшу Про Польшу все забыли Вложение в старый регион Польши наберет Ну Вкладывайся Старые регионы свои Но воевать будем мы уже С Францией получается Не ну это интереснее чем В Китае разбираться Может переслать туда войска Там хоть пробивать можно будет Ну ладно Не буду скидать это делать Не хочу туда сюда возить Нам главное сейчас тут Потренироваться Вон подраться Давай деремся А с кем Ну по сути не важно Тем более там Германия без нас справится А здесь Как бы нужно помогать Ну что смотрите Британцы И Рейх тут Против китайцев Все сражаются просто Все сюда войска Свои поперекидывали Понятно что они все таки падут Блин Мы здесь добываем Сейчас соточку Резины Но из-за того что У Британии есть Британская Малайя Где ее 600 И плюс 52 Все закупать стараются Как раз таки У этой Малайи А у нас Что Британия у нас закупает Вопрос странно Ну чуть-чуть берет Все таки может быть там Чтобы так Диверсифицировать торговлю Да и помочь нам Скорее всего так оно и есть Но из-за этого конечно Мы не можем просто Соперничать никак Как с этой вот Малайи Мы для них просто Не конкуренты нафиг Они нас даже не замечают Добыча соточка Это капец Что вон Голландии 400 Бразилии Стоном тоже В нашем альянсе Поэтому не надо рассчитывать На то что мы сможем Много фабрик заработать Торговой резинкой Может сталь Пора переключаться на сталь Потому что ее Хорошо так закупают Еще Кашкайстан Вон там тоже набирает Так что надо с этой Сталью что-то делать Еще инфраструктуру что-ли строить Как-нибудь вот так Ну не Сейчас нам нужно Военные заводы же получить Сейчас достраиваем Мы уже фабрики до 15 Я коплю 150 политики Уже наконец Сейчас я ее не трачу Сдерживаю себя Беру военную экономику Получаем еще фабрик Дополнительных И получаем еще бонусом Скоро строительство Военных заводов Тем самым хорошо Ускоримся в плане военном уже Давайте вторым слоем Поставлю военные заводы Вот здесь еще А то скоро фабрики добавятся Третий рейх напал уже И на Франция тоже И на Швейцарию кстати Французская Антанта Ну да Она сделала свой альянс И только две страны здесь Я так понимаю Монако Французская Сирия Ливан Швейцария Электронштейн Индокитайский союз А еще и здесь Придется сражаться Тут целые такие территории Будут у нас В случае победы конечно Ну рых Так слушай Давай-ка никак в ТНО Пожалуйста Об Швейцарии не убивайся А он машина пробил Он машина пробил Ладно все Я ничего не говорю Я только принялся Уводить войска сюда Вот как Китай уже все И варскор у нас 71 Я забрать ничего не могу Класс Ладно Пускай будет так Жалко конечно Что нам вообще ничего не дали Ну и рейх Это все забирает себе Жесть Японии хоть что-то досталось Ну Это что такое Цинхайская клика И А Это тоже она Господи Но границы равнять конечно придется Я чувствую точно Здесь Пакистан Уже вышел на границу с Ираном Афганистан почти захватил Но уже тяжеловато будет Эти последние порывы Реализовать Потому что тут еще фронт образовался Здесь же Сделал я еще 4 новой дивизии Заранее их распаковал Сейчас здесь немножко мучаюсь Перекидываю уже эти войска Но В чем плюс Этот генеральчик у нас Неплохо так подкачался 4-2-2-4 Третий уровень Вполне себе неплохо Все давайте отправляемся Мы сейчас домой А тут пока эта четверочка Сражается Заберем мы себе сейчас Мали Ну тут тоже конечно Окупация она будет 3 с половиной ляма населения Может что-то еще Попросим у Британии нам передать Допустим верхнюю вольту Под оккупацию Хотя просто у себя поддержать Понаслаждаться С землями Испания все Она пала Это что-то А Это она На островах На бальярских Окей Германия Чет пробилась Здесь И как-то Стоит Дальше ведь проще Ты че стоишь Швейцарию давят Ну понятно чем занята Тем временем Британия здесь уже Делает выездки Сколько у тебя войск Интересно 151 40-й год Кажа маловато Ну ничего А Котел Понимаю И у нее Причем некоторые Полупустые Но от машинок Нет скорее всего Япония здесь Вон находится Франция тоже мучает Ну ладно Наша цель Самая главная Это вот здесь Развлекаться С французами В Африке Я смотрите-ка Сейчас прокачал Наши войска Добавил еще 2 каски Планирую еще 2 добавить Но я не учел То что нас У двинтовок Как бы уже не хватает Минус 2000 с копейками Так американцы Сразу несколько тысяч Нам прислали И Югославия Косарь Румыни 140 Ой даже конвой Албания Спасибо Венгрия 500 902 Ну как бы нормально 412 2400 200 200 Конвой только У нас конвоев нет Чтобы их делать Нужно стали У нас она вся уходит На винтовки И до поснащения Поэтому возможно Мы не все получим По чуть-чуть Делаем все же Хотя бы немножко Но сгладить этот минус надо Болгари еще нам Один конвой прислала Прям вот чувствует Что нам надо Только один Как-то маловато Мы тут Не получим Для торговли Снабжения 80 Из 354 У нас используется Ну будь у меня даже стали Я бы столько конвоев Не сделал Так что Ну такое Опа Это что у нас Султанат маскат Думал Советский союз Ну давай Маскат мартини Алкоголь шлешь Подожди А у вас можно разве Ты осторожна давай Ну ладно Давайте пока что Мы на этом завершим серию А в следующей Мы уже посмотрим Что будет дальше происходить Спасибо всем большое За просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Подписывайтесь на канал Скачивайте моды На русском языке Нашей группой вконтакте Пишите там вопросы На сцене Или просто делитесь Интересными моментами Также ставьте колокольчик Включайте все выдумления Чтобы больше не пропускать Новое видео Оформляйте спонсорку Чтобы получить крутые бонусы А также играйте Мультиплеерные партии Или просто общайтесь На наших серверах В дискорде По ссылке в описании Ну что ж С вами был Эмбра Спасибо большое за просмотр До встречи